20 июня 2023 год. Сегодня разберем еще один идиотский вопрос, который постоянно задают пророссийские силы. Почему мы ставим ПВО в городах? Да, вчера было, почему мы якобы не воюем в полях. Я объяснил, что мы воюем, иначе вы нас просто покружали в городах, по полям, и держали в блокадах. Но этого не можете сделать, потому что мы воюем в полях. Теперь про поводу ПВО. Почему мы ставим ПВО в городах? И не только мы, вы тоже ставите. Потому что я сейчас очень просто объясню это на бытовых примерах. Вот смотрите, вот у меня есть Харьков, да, я Харьковчанин. Сейчас я под Орехово, блин, нафиг, поздравляю со взятием Пятихата, кстати, вооруженные силы Украины и Украину. То есть, ну сам я Харьковчанин. И вот у нас Харьков есть, я хорошо знаю, 20 километров шириной этот город. Допустим, мы в этом Харькове, в нашем ПВО, ну там Шилка какая-то, да, ЗУшка эта, которая сбивает все, что летит там, не санкционировано, там, вплоть до Икара с его папой-дедалом. То есть, вот мы хотим в центре Харькова там что-то такое ценное хранить, там мавзолей, допустим, да, россиянам будет понятно мавзолей. В Харькове тоже есть мавзолей, мы там десятками лет трупы не держим, вообще там трупы не держим, ну просто есть такое место мавзолей называть. И там у нас, допустим, что-то ценное, там какие-нибудь суперценные умножители на ноль, там или градусники, там много что ценного есть в Харькове, да. То есть, вот смотрите, какая ситуация. То есть, как бы, сделаем из Харькова такой маленький дворик, который нам надо охранять. То есть, наш Харьков, это двор 20-метровый, да, Харьков 20 километров шириной, у нас есть двор 20 метров, в котором там какие-то бытовые всякие фигни, блин, много живности, которую надо охранять, которую не надо там нашими военными там какими-то потоптать. Что у нас военное такое, что охраняет? Если в Харькове это шилка, да, которую мы ставим рядом с мавзолеем, которая бьет там на 2 километра, у нее там влево-вправо, она может стрелять вверх-вниз, влево-вправо, то во дворе у нас это собака, да, у которой, ну раз мы будем пропорционально брать 20-метровый двор, как 20-метровый Харьков, то у нас цепь собаки, то есть дальность нашей охранной системы, будет 2 метра, вот, цепь собаки 2 метра, она может влево-вправо от охраняемого объекта на 2 метра. Что у нас охраняемый объект? Ну, какая-нибудь, пускай там посреди двора сидит курица, несущая золотые яйца, там, или цыпленков табака производящего, ну, не принципиально, вот что-то надо охранять. Пускай будет курица с золотыми яйцами, хотя выглядит это, конечно, странно, да, если в голове это рисовать, то хорошо, неважно. То есть, что мы получаем? То есть, почему мы эту собаку, любой хозяин, эту собаку прибивал бы рядом с этой курицей, то есть цепь бы эту организовал, почему? Потому что, допустим, кто-то нам приходит и говорит, а что это вы собаку посреди двора держите? А она бегает, там, цепью этого цыпленка давит, там, там, курицу эту яйца, там, бьет какие-то там. Ну, чтобы, то есть, как бы, вам же надо охранять от лис, которые приходят за курами, этот двор. Так возьмите по периметру двора, просто, блин, нафиг, ну, вынесите эту охранную собаку за периметры. Ну, ребята, понимаете, у собаки цепь 2 метра. У нас 20 метров ширина двора, соответственно, окружность двора у нас будет 2 пиэр, это, получается, 60 метров, да, ну, в случае Харькова это 60 километров. Ну, в случае нашего двора, чтобы было понятно, 20 метров вот у нас тут двор, да, в котором, внутри которого хозяйственные постройки. И у нас есть одна собака с цепью 2 метра туда, она может побежать от притороченного места до другого места. То есть, если мы ее приторочим где-то на внешнем окружности, на окружной Харькова, за двором там где-то, ну, она будет бегать 2 метра туда, 2 метра сюда, но окружность двора 60 метров. То есть, мы закроем только 4 метра, там эти лисы могут ходить, там, я не знаю, как себе во двор пешком просто, собака, хай, будет лаять, там, у нее на 2 метра только цепь хватает. Чтобы у нас все, всю окружность закрыть, это получается сколько там, 60 километров, 60 метров наш двор, то есть, каждая собака 2 метра сюда, 2 метра сюда, это получается 4 метра. 4 метра, сколько это нам таких собак надо, чтобы полностью покрыть окружность двора? 60 делим на 4, получаем 15. 15 собак нам надо, 15 шилок для Харькова, да, чтобы по окружной Харькова поставить 15 шилок, которые будут каждая на 2 километра влево, на 2 километра вправо стрелять, чтобы они могли там крылатые ракеты сбивать, российские, которые летят там по мавзолею, где лежит там умножитель на ноль, блин. Да, понятно? То есть, их надо содержать, эти ракеты, шилки, их надо там, я не знаю, обслуживать, там, экипажи, там, ну, куча всего. То есть, одно дело, одну собаку ты содержишь, другое дело, 15 собак ты содержишь, понятно, да, говно за ними там выносить и так далее. То есть, и то, мы можем, конечно, допустим, у нас даже есть эти 15 собак, 15 шилок, мы их по периметру Харькова поставили, по окружности двора поставили, блин. Нам это нифига не даст, знаете почему? Потому что, помимо крылатых ракет, которые летят там, огибая местность, складки местности понад землей, которые мы бы этими собаками, этими шилками охранили, действительно, которые внизу летят, возле земли, у нас есть еще и баллистические ракеты. В нашем сельском случае, с собакой, цыпленком и, блин, всякой прочей живностью, это ястреб, да, который, блин, нафиг, баллистическая ракета как летит? Она летит не понад землей, ее запускают там куда-то под космос, там чуть под луну, блин. Ну, условно говоря, в стратосферу. И потом она пикирует просто, блин, нафиг, на нужный ей объект практически вертикально. Ну, как ястреб, условно говоря. Вы понимаете, что нет никакого смысла от 15 собак, которые стоят по периметру двора, по окружности двора, у каждой которой цепь там в 2 метра. Потому что ястреб их просто перелетает поверху, а потом пикирует на свой этот цыпленок табака или на золотые яйца, там, ну и все, и делает свое дело. Поэтому нам надо, чтобы собака эта сидела вот просто возле этих золотых яиц, возле этого цыпленка табака. Потому что она сможет тут, опять же, и от лиц защитить эту курицу. И если ястреб будет сверху прыгать, то она просто летит, то она просто подпрыгнет и там на ходу его соберет. Да, обломками там что-то посыпется на эти золотые яйца. Но иначе просто не имеет смысла никакого держать собаку по периметру. Потому что любая баллистическая ракета, любой актер просто перелетает через этих двухметровых собак. Ну, собака может на своей цепи подпрыгнуть на 2 метра вверх. Правильно, да? Как шилка может на 2 километра бить. Все. То есть нам надо, чтобы именно возле этого яйца, возле этого нашего мавзолея, возле нашего охраняемого объекта была шилка, которая должна рядом физически находиться. Если ты ее поставишь за чертой города, в ней никакого нафиг смысла не будет. Вообще абсолютно. Понятно? Просто, доходчиво. Надеюсь.